всем привет я винчестер бункер браво вот и я сюда наконец-то добрался взял с собой все по минимуму но потрачу я точно не все игра last day поехали в терминале выбираем очистка вентиляции и отключение турели забегать всегда нужно с автоматом если плевунов нет переходите на глок подрывник и крикун это самые слабые швейцары которые могли нас встретить добиваем паразитов и двигаемся дальше переключаемся на автомат и снова пистолет остался штурмовик получилось с ним разобраться даже очень быстро снова штурмовик глок но тут еще кислотный плевун повезло что он не плюнул да и этот особо не сопротивляется немного отдыхаем чуть не забыл именно здесь те самые турели которые мы вначале отключили могу точно сказать мне пока везет одни штурмовики пусть даже они отнимают время если вы на меня не подписаны и не поставили палец вверх бог вам судья я же стараюсь а взамен прошу сказать только спасибо теперь нужно понять для чего сюда приходить все таки этот бункер очень затратный падать здесь ну как бы можно лут не потеряете но мобы будут появляться заново при перезапуске этажа если этого не сделать то пока вы от дома доберетесь сюда радиации будет слишком много для дальнейшего прохождения то есть все что потратите уже не вернуть это не очень хорошо но останавливаться нельзя нужно все равно пытаться двигаться вперед на втором этаже можно находиться до 10 минут а если дольше то конец радиация нас убьет это сюда немного подлечимся справа от нас вентиляция оттуда вылезает плевун но нам бояться нечего мы ее очистили их всего две я про вентиляцию вторая находится перед самым боссом мы сбились с курса вернемся к той мысли для чего нам нужен бункер браво все просто чтоб собрать а тв если карбон встречается на всех этажах то аккумулятор только на третьем от трех или четырех штук я точно не помню газовый баллон на четвертом один причем если в терминале использовать открытие замков то два не получилось пытался плевуна за раз убить чем как вы думаете отличается ядовитый плевун от кислотного пишите свою версию в комментах я и вправду до конца не разобрался я знаю только одно что кислотный за три плевка напрочь сносит броню спец войск закрывая тему ресурсов есть и другие места где их можно достать но это тогда затянется на пару лет а нам это не нужно но радиация уже начала дамажить нужно торопиться снова ядовитый и я вспомнил что после него остаются лужи в которые лучше не наступать о чем я и говорил снайпер из семейства плевунов вот если бы мы в начале выбрали отмена патруля здесь было бы меньше народу джаггернаут во время дамага хилится аккуратно а когда вам встречается моб вздувшийся труп лучше успеть надеть противогаз я не успел но жить буду еще идут два штурмовика сзади от меня осталась дверь она закрыта надеюсь вы понимаете как ее открыть сзади будем оббегать помним время работает не на нас ну давай уже что касается саперов и подровняков не пытайтесь убить их до конца дайте им взауку это не бункер альфа и не полицейский участок здесь механика работает по другому за этими столбами можно прятаться от плевков снайперов и всех ему подобных и далее еще снайпер и паразиты слева от меня вторая вентиляция про которую я уже ранее упоминал ну что надеваем противогаз и идем к боссу я вроде готов забегаем и бежим направо пол дело сделано теперь разбираемся с трупом готов и штурмовик готов не забываем выпустить индейку под номером 1 3 и 5 включаем авторежим и ждем это не самая зрелищная битва но без нее никак главное успевать заглядывать в рюкзак забыл надеть шлем и снять противогаз перейти на бинты также забыл выпустить индейку под номером 1 это странно вроде паники не было вообще против ликвидатора очень эффективны глоки также можно с помощью си-4 взорвать стены и активировать турели правда вместе с этим вы получите с левой стороны еще одного штурмовика а справа плевуна так что решайте сами нужна ли вам такая помощь если вдруг что-то пойдет не так можно спрятаться здесь перевести дыхание и снова идти в бой никогда на втором этаже не используйте скар это не экономно а вот на 3 и 4 конечно берите все резко стихло радиация уходит и нам осталось только нажать кнопку и подвести итоги а сделаем мы это уже на первом этаже другие этажи бункера браво я тоже зачищу но не сегодня но видео будет точно получилось так как я не планировал получилось то что это одно из самых экономных прохождений которые можно найти на ютубе я сохранил суммарно 3 огнестрела из 12 мой шмот даже на 50% не разбит по хиллу потратил 21 аптечку бинтов 13 консерв 6 таблеток тоже 6 но вот только с этим ресурсом получилось не идеально на этом у меня все подписывайтесь ставьте уведомления ставьте палец вверх пока 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 не